Мы продолжаем это давечем. 5 октября состоится инаугурация главы города Елены Ковалевой. Церемония официального вступления в должность пройдет в зале заседаний городской администрации. Об этом сообщила сама Елена Васильевна. О других событиях города и области по версии портала 9.ru нам расскажет главный редактор портала Дарья Михеева. Даша, тебе слово. Здравствуйте, студия. Сегодня расскажу о происшествиях. Утром 2 октября на трассе Вятка произошло серьезное ДТП. В нем один человек погиб и 9 получили травмы. Авария произошла в Арбашском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ОАЗ. От удара водитель «семерки» погиб на месте. Также водитель автомобиля ОАЗ и его 8 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства аварии уточняются. И еще одно происшествие. В минувшие выходные в Любяжском районе школьник получил ожоги от костра. По данным регионального МЧС, мальчик отдыхал вместе со своим отцом на природе в деревне Елькино. От костра у ребенка загорелись штаны. Мужчина пытался затушить пламя, но сам получил ожоги. В результате школьника доставили в больницу. Мужчине была оказана медицинская помощь. И еще поделюсь новостью для автомобилистов. В Кирове до середины октября будет ограничено движение по улице Грибоедова. Специальные знаки на участке дома номер 37 до пересечения улиц Грибоедова и Красина установили еще 25 июля. Однако на днях было принято решение продлить срок их действия до 17 часов 15 октября. В этом районе ведется техническое перевооружение теплотрассы. Студия. На этом у меня все. Передаю вам слово.